Итоги матча между Орланом и Горняком Сейчас мы с вами посмотрим, как Лев Критсон стал автором ее И эта шайба долго после этого уже не удавалась соперникам распечатать ворота друг друга Много борьбы, вязкая получилась у нас встреча И команды долго не могли добиться успеха Ну и смотрим, какие моменты были у ворот соперников Здесь хороший шанс имел Орлан для взятия ворот Неплохо здесь сыграл голкипер Никита Шапошник, у которого много сегодня работы было Ну и вот такие вот моменты были у ворот Здесь активно Орлан играл перед воротами Здесь мог и Кареник отличиться, и Толу Спаев Но забетонировал ворота голкипер Никита Шапошник Ну и вот как раз момент, где шикарную передачу получил Лев Критсон от Сертаева Из глубины зоны и на рандеву убежал с голкипером Точным броском поразил ворота Ну и как я уже сказал, дальше не было у нас голевых моментов Много борьбы, много бросков, но ни один из них цели не достиг Как бы команды ни старались, второй период у нас оказался вовсе безголевым Много моментов, но реализации самого главного не было Ну и было понятно, что при таком течении поединка Такая голевая засуха была у команд И вся надежда была, естественно, на концовку, на третий период Ну и, в общем-то, третий период и получился самым результативным Четыре шайбы мы в нем увидели Но обо всем по порядку, пока смотрим все, что у нас было Здесь хороший момент бросок Толу Спаева Дальше здесь передача Селезнев очень здорово действовал Сегодня очень активен был, как и всегда Работы также много было и у голкипера Орлана, Романа Шефера Немало пришлось ему потрудиться Ну и вот здесь вот смотрим сейчас атаку, которую проводил Орлан Вот такая вот передача И на коротке между собой сыграли И Никита Селезнев поставил точку в этой атаке 1-1, но радость была недолгой, поскольку следующая же атака Гостей завершила взятие в рот Сейчас посмотрим, как все это происходило Здесь, казалось бы, отыгранный эпизод Но все-таки Малхосян переиграл Романа Шефера И шайба оказалась у него за спиной Ну и все шло к тому, что, возможно, убедить могли зрителей и овертайм Но Орлан добавил, добавил в движении, добавил в агрессии И добился таки успеха Сейчас посмотрим, как была заброшена эта шайба Пергинды стал автором вот этой заброшенной шайбы Вот этот момент как раз Ну и здесь 2-2 После этого эпизода счет установился Положительные эмоции получил Орлан Ну и этого хватило для того, чтобы еще раз добиться успеха Ровно за две минуты до завершения периода Классный выход И Ждановский ставит победную точку И вот эта шайба является победной не только в этой атаке Но и победной во всей встрече Дальше уже ничего существенного не произошло в матче Так не старались соперники Но уже времени совсем не оставалось Так что празднует победу Орлан Довольствуется двумя очками Ну и, к сожалению, без очков остается набранная команда Горняк Ну и смотрим цифры статистики По результатам всего поединка По броскам 33 на 23 На 10 бросков ровно больше завершил Орлан Но, правда, на точке был сильнее Горняк 35 против 28 Но вот из трех шайб одна заброшена в большинстве Орланом И по штрафным минутам здесь ровно в два раза больше у гостей 12 и 6 минут набрал Орлан Таковы итоги матча между этими двумя командами Орлан-Горняк, 3-2 итоговый Ждет